Делегация Западной Армении В Казах строятся многоквартирные дома для перемещенных людей. США готовы предложить сотрудничество в Минской группе по урегулированию арцахской проблемы заместитель госсекретаря США. Пятый армянский фестиваль в Париже, Франция. Так назвали Эрнакам Ван Кочари Сукиаста Россиан. Группа депутатов во главе с президентом Западной Армении Арменаком Абрамяном продолжает посещать различные регионы Западной Армении. Визит сопровождается открытием ряда исторических фактов. 18 июня рабочая группа Западной Армении посетила церковь армянской богоматери Анаит, которая сегодня называется Альтентепе. Члены группы рассказывают о посещении. По дороге навстретился красивый мост, который был построен во времена Араратского царства и перестроен в XIX веке. Искажение исторических фактов в турецком стиле было ожиданно. И на этот раз поделали реальную историю исторического моста, ничего не рассказав о его создании. Посещение храма богини Матери Анаит было наполнено массой положительных эмоций. То, какую положительную энергию мы там получили, невозможно описать столько словами. Следует отметить, что холл Мантелтепе находится под контролем государства. И работы по его реконструкции, начатые в 2003 году, еще не завершены. Наша делегация также посетила историческую крепость Камахи. Это великолепное сооружение, построенное на высоких скалах, не только удивляет, но и заставляет нас встать на защиту богатого наследия наших дедов, свидетелем которого является высшая помянутая крепость. Вечером наша делегация встретилась с рядом граждан Западной Армении, в том числе с новоизбранным депутатом Асадуром Балкесом, которым был передан его депутатский мандат. Некоторым гражданам Западной Армении были вручены новые паспорты. На встрече также присутствовали жители Дерсима, в том числе член Совета города Дерсим Мактубе Талга, который провел беседы с нашими гражданами. Присутствовали также члены организации Дерсим Хайплатформа. В ходе беседы были обсуждены вопросы, касающиеся Западной Армении. Были предложения организовать встречу в Ереване для обсуждения реализации более глубоких вопросов. Между нами, Дерсимскими патриотами, возникло взаимное доверие и симпатия. Многие из них проблем еще не озвучены. Встреча завершилась надеждой на то, что встреча состоится в ближайшем будущем. Древний город Мея построен в Даядитской области, Агарской области Западной Армении. И ушелья, сформировавшиеся вокруг него за тысячи лет, привлекают в любое время года своим прекрасным и неповторимым видом. Древний скальный город, который ранее служил убежищем, и зона безопасности для многих цивилизаций, мало кому известен в регионе. Он до сих пор хранит следы истории, где сохранились тонеры, жилие помещения и многочисленные пещеры. Туристы посещают город Мея особенно летом. Здесь небольшое внимание привлекает различные орнаменты, формированная, напоминающая дымоход, образовавшаяся в скалах в результате эрозии. Телекомпания Западной Армении призывает наших земляков посещать наши древние места, быстребовательные в сохранении идентичности и культурных ценностей. В квартале Очапня города Степана Герта строится новый квартал из 15 многоквартирных домов для вынужденно перемещенных жителей Арцаха. Строительные работы ведутся в обычном режиме. Карлос Григориан – главный инженер торговой организации. Мечта, осуществляющая строительство 14 многоквартирных домов, сообщил корреспонденту Арцах Пресс, что строительные работы начались 20 сентября 2021 года. Во всех зданиях они проходят на разных этапах. По словам главного инженера, в новом квартале предусматрена детская площадка и стадион. Согласно запланированному графику, он будет готов к концу сентября 2023 года. Несмотря на то, что США разорвали отношения с Россией из-за войны с Украиной, они готовы продолжить сотрудничество с Минской группой ОБСЕ по вопросу Арцаха во имя мирного и долгосрочного урегулирования проблемы. На прошлой неделе на эксклюзивном интервью Азату Цюн, заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карриан Денфрод сказала, «Соединенные Штаты намерены поддерживать этот процесс. Мы действительно хотим быть полезным». «Соединенные Штаты также являются членом сопредседателя Минской группы ОБСЕ, которая играет важную роль урегулирования арцахской проблемы. И мы оставимся верны этому процессу. Мы видим, что Европейский Союз также играет важную роль. Поэтому я чувствую, что это возможность для региона. И мы сделаем все, чтобы помочь Армении достичь мира». Западная Армения выступает за установление мира в Артахе. Но это не должно происходить за счет уступок армянских территорий. Пятый армянский фестиваль пройдет в Париже 4 сентября 2022 года. Здесь у нас будет возможность познакомиться с уникальной армянской кухней, послушать армянскую духовную музыку и полюбоваться красивыми армянскими танцами. Кстати, здесь вы сможете представить свой небольшой киоск Армению с вашей фантазией. Итак, если вы хотите принять участие в фестивале, вы можете связаться с фестивальной комиссией. Запись художника Сукиаса Торосяна. Так назывался «Эрлакан Ван Кочари». «Эр» – это историческое армянское слово, означающее «выстраиваться бок о бок, соединители вставлять». Сначала приглашается ведущий, который хорошо понимает язык танца, не имеет отношения к богатым бедным, лучше выбранный народом, который отдает расположение о ритме и движениях. В правой руке должна была светиться красная тряпка, а завершил группу «Хвост». Что не менее важно, он должен быть физически сильным и держать кривую линию. А сейчас музыкальная часть. Армянская народная песня. Армянская народная песня. Армянская народная песня. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь миром. Ваше мнение. Оставайтесь у меня. Тем этой теми. А detailed. Оставайтесь.